Продолжение следует... 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 и измеряемому классу. То есть это не система тока чисел и не система обозначения некоторых классов, а комбинация обозначения чисел с обозначениями классов. Нечто в образительном языке соответствующее тому, что в узных языках мы имеем в целом ряде языков вот так называемые счетные слова или классификаторы. В языках типа, скажем, Нивского, написанного с этой точки зрения Украиновичем, или во многих африканских языках. Сейчас есть большая книга Саша Эйхенбальд, посвященная разного рода классификаторам. Там есть собраны некоторые материалы. Значит, имеются такие специальные слова, которые указывают на то, что речь идет о счете определенного типа предметов. Считаются предметы, скажем, круглые или плоские, зерна или какие-то другие растительные продукты. Значит, когда возникло большое количество предметов, производимых в связи с неолитической революцией, возникла потребность в их учете, в некоторой первобытной бухгалтерии, и был выработан этот язык. Значит, элементы эти найдены, шман-песера на довольно большом пространстве, от Египта на юге до Малой Азии, я говорю о ее опубликованных работах, до Малой Азии на севере, и на востоке от самых западных, на востоке от Индии до древней индейской культуры, фродоинской, до восточной окраины, побережья Средиземного моря, то есть между Турцией и Малой Азией. Это то, что делал Самаш Ван-песера. Значит, есть некоторые подозрения, сложившиеся у меня, выглядит от такого очень предварительного осмотра некоторых музеев в Венгрии, ну и просмотра того, что опубликовано по другим частям Дональдско-Балканского региона, что нечто похожее, может быть, было в какой-то степени, и несколько северо-западнее этого ареала Шман-песера, то есть, иначе говоря, вот примерно от Дона до Малой Азии. Но это все-таки пока не обоснованно большим числом данного. То есть, что делала Шман-песера, она объездила, сама, в общем, ей никто не помогал, она объездила все охранилища результатов раскопок на всей территории, которую я описал, значит, в треугольнике Турции, Египет, Индия. Она в основном занималась грозовыми материалами от раскопок, потому что, как правило, археологи доставали крупные вещи, а эти маленькие, то, что она назвала токенс, символы, они очень маленькой величины, и поэтому их выбрасывали или описывали как бусы, как предметы неизвестного назначения, и так далее. Поэтому ее роль огромная. Допричается в том, что ей удалось первой обнаружить, что на самом деле эти предметы имели некоторую функцию. Видимо, огромное количество их было утрачено, не только когда-то давно, но и потом, после раскопок, когда выбрасывали этот мотер. Мы с ней потратили как-то целый день на московские музеи. Она в подвалах Института археологии довольно много нашла из того, что у нас копали в Месопотамию. Такого рода работа, по-видимому, имеет смысл вообще продолжать и в разных музеях. Это отдельная тема, очень сложная, но тем не менее, называю ее в том, что вдруг найдется кто-то, кто найдет возможным или в одной из стран центральной и юго-восточной группы продолжит эти работы и может посмотреть, где северо-восточные, юго-восточные границы от этой области. Все совершенно не ясно. Неолитическая революция вообще говоря, произошла и в Юго-Восточной Азии. Но там, насколько я знаю, никто этими вопросами не занимался. Хронология там немножко отличная. Там все-таки, безусловно, неолит такого типа, как то, что привело к городской революции на Западе, начинается несколько позже. Но и для этого позднего времени определенного ответа на вопрос нет. Можно ли думать, что и там была некоторая аналогичная система символов? Мы не знаем. Но вот в этой древневосточной области она была. И такой самый убедительный факт, который доказал, что Шман-Бессера права и весь систем показывает примерное направление, как можно описывать эту систему. Это, я имею в виду математически и семиотически, это обнаружение конвертов. Значит, выяснилось, что в какой-то период эти скульптурные трехмерные изображения стали складывать конверты. Ну, скажем так, грубо говоря, если перегоняется стадо овец, при нем посылается информация, что в этом стаде там 150 овец. Это изображено соответствующими скульптурными фигурками. Вполне может быть, что уже в это время началась коррупция и нужны какие-то меры по борьбе с коррупцией. И была придумана такая, в общем, замечательная система. Скульптурки помещали в конверт глиняный. Значит, это все делалось из глины, которую обжигали потом. Скульптурки помещали в глиняный конверт. У нас в музее Пушкина есть некоторые конверты. Их отметил Шилеев, в частности, когда он был хранителем музея. На поверхности конверта могли отпечатывать те фигурки, которые в него вкладаны. Получалась двумерная проекция трехмерная фигурка. Почему он был, что это существенно для описания? Потому что, значит, если мы имеем в виду историю письма, но и вообще знаковых систем, то, очевидно, имеет смысл описать трехмерные скульптуры и их двумерная проекция. Значит, по идее Шман-Бессарана это как раз самая интересная, но и самая спорная часть всей ее конструкции. Она полагает, что клинопись, вся клинопись возникла из этих двумерных проекций. То есть, дальше знаком для овцы стал не шарик, который обозначал действие а круг, который был оттиском этого шарика. Ну, там возникает целый ряд вопросов, касающихся уже истории письма, но, тем не менее, основной факт остается таким. Помимо того, что некоторые из этих конвертов решились разломать, оказалось, возможно, с помощью эленкеновских снимков проверять правильность. То есть, мы смотрим, что это упражено на конверте, а потом получаем эленкеновский снимок, и из него видно, что действительно такое количество там шариков, кубиков и конусов находится внутри конверта. Значит, вот мне кажется, что геометрическая часть начальной работы могла бы состоять из, ну, кроме какой-то короткой математической характеристики, как то, что излагал флавянские две точки, могла бы состоять из указания на то, каким образом соответствующий геометрический образ изображался в двумерную скульптуре, и как он проецировался двумерную область. Это такая более-менее дисфортная часть, она в большой степени по набору символов совпадает с тем, что по совершенно другим данным обнаружил геолог, и что потом стали проверять в разного рода опытах, ну, из них мне самому кажется очень интересными, хотя я тоже не знаю, в какой степени это проверяемое опыт. Знаете, все-таки в эксперименте основное, что можно его проверить, а как проверить, во всяком случае, в рамках законной научной деятельности, как проверить этот эксперимент, трудно сказать. Значит, есть некоторые группы индейцев в Америке, которые пользуются наркотиками для восстановления непосредственной связи с Богом, и их обязанность состоит в том, что когда связь с Богом установлена, они, ну, например, из цветных камешков должны составить символы, которые показывают, что именно им сообщает высшая сила. Такая информация от Божитого неповердная. Она передается с помощью таких зрительных обувствий. Ну и вот набор символов, которые установлены у некоторых из каких-то индейских времен, разным образом совпадает с набором архетипов, зрительных архетипов Йонга. попытались некоторую похожую систему исследовать уже таким проверяемым институтальным образом на опытах, где предполагается, что можно частично помочь слепым видеть. Это самая интересная вообще-то существенная очень прикладная часть всей этой деятельности. Если бы оказалось, что мы хотя бы в малой степени в этой части работы помогли помочь, то это, конечно, очень важно. И, кстати, дало бы неограниченное средство для этой части работы, потому что вы знаете, что у организации связаны со слепыми во всем мире, и у нас, в России тоже, есть очень большие средства, потому что есть специальные отчисления для помощи слепым. Но, к сожалению, все-таки степень разработанности этой проблемы не очень большая. Значит, суть дела состоит в том, что у каждого из нас есть длительная кора, определенная часть головного мозга, которая в принципе по нейро-комиотическим аналогам предположения Юнга-Юнг сам на этом не настаивал он, был специалистом по нейро-наукам. Возможно, эта длительная кора, но, во всяком случае, в какой-то период развития эмбриона или ребенка содержит в себе возможность представления архетипов. Если это действительно так, то это касается и всех слепых, кроме тех, у которых есть врожденные изменения зрительной коры. Такие, к сожалению, есть, это случай пока безнадежные. Если же нет изменения зрительной коры такого рода, то теоретически современные электронные средства могут создать способы видения для слепых. Это абсолютно реальная задача. Для подготовки к этой задачи нужно достаточно продвинуться вот в этой области, то есть области того, какие действительно существуют архетипы в зрительной коре, когда они существуют. Вполне может быть, что они достаточно рано исчезают. С другой стороны, есть некоторые интересные данные по поводу детского рисунка, которые все-таки вроде более-менее в пользу этого. Говорят, ну вот в свете известных вам всем работ Владимира Николаевича Тупорова о мировом дереве, о том, что мы живем в попу мирового дерева и так далее. Как мне кажется, чрезвычайно интерес представляет работа группы французских психиатров, психиатров, занимались образом дерева, знаком дерева. В рисунках французских детей очень раннего возраста, то есть, когда дети начинают рисовать, и исследовались рисунки городских детей. Ну, конечно, в городе растут деревья, но тем не менее высказывается гипотеза, которая, тем не менее, еще нуждается в обсуждении и проверке, и надо думать, от кого могут быть методы этой проверки. Высказывается гипотеза, что нормальный ребенок, то есть, ребенок, который обычно потом проходит нормальный путь развития, характеризуется в частности тем, что у него очень рано появляется G-образный знак, знак, который известен из всех ранних циэропейтических систем, присматривать, если считать, что ранняя письменность в какой-то степени для нас важна, для этого набора архетипов, зрительных архетипов, то это важное обстоятельство. Значит, у ребенка есть зрительный архетип, согласно этим работам французских психиатров, зрительных типов буквы G, то есть это, если очень грубо изображать, это прямая линия с дугой, обращенная к верху, в верхней части, и с дугой полудугой, полупругом обращенная. русская жиря по нижней части. Да, русская жиря, да, славянская, хиририческая, дуга, полупруга, обращенная вниз, в нижнюю часть. Интересна сама проблема ветвей и корней. причем корни могут быть особенно интересны именно для проверки, потому что даже если предположить, что дети изображают дерево, потому что они, увидев впервые Парижскую улицу, обращают внимание на то, что растут деревья, трудно себе представить, что они одновременно поняли, что у этого дерева есть корни. Вот это такая загадочная часть. Вы узнаете, может быть, что сейчас произведены раскопки в области Стоунхаджа, которые, как вы знаете, каменное сооружение, но найден более ранний прототип, который находился в земле, и ранний прототип Стоунхаджа представляет собой перевернутое дерево, у которого явно символически использован он в корне. То есть вот знак перевернутого дерева, по-видимому, действительно можно считать засвидетельством, археологически засвидетельствованным архетипическим наоборот. Ну, это только один из примеров, но эти примеры показывают, что все-таки работа в этом направлении возможна. Значит, с одной стороны, не хочется зря посудить людям, что представляет себе, какое количество слепых потом кинется к нам в письме, на что мы должны им помочь, значит, мы не имеем права начинать совещание, но не то, чтобы выклячивать деньги таким посудом. Тем не менее, каким-то потенциальным Абрамовичем мы могли бы сообщить, что все-таки эта задача не чисто абстрактная, а может при удачном результате иметься некоторые важные практические предложения. Я имею в виду, именно задача, заключающаяся в частном для нас случае, мы не исчерпываем этой проблематике, но это частный случай, это визуальные геометрические символы. Но в качестве небольшой подтемы к этой теме, я бы для тех, кто интересуется, занимается авангардом, в частности, русским и немецким, предложил бы вопрос о словаре символов для авангарда, который очень нанимал частности Кандинского. Вот те рубрики Секандинского, которые есть эти плоские и многие напечатанные работы, они показывают, что кроме такой собственно художественной деятельности, он все-таки продолжал размышлять, как человек с некоторой жилкой ученого в начале жизни этнографа. Он продолжал размышлять на тему того, что можно составить набор знаков, пытался такие наборы символов сделать, и это вообще отвечало общей атмосфере русского авангарда. То есть, какие-то замечания, намеки на возможность такого построения некоторого набора символов, конечно, были у довольно большого числа художников, деятелей театра, кино в это время. То есть, мне кажется, что это было бы продуктивным занятием, параллельно с исследованием материала произведения и некоторые такие разыскания по истории авангарда в этом плане. Что касается авангарда, авангард с какого-то периода, несомненно, очень заинтересован не только в геометрических символах, которые вообще изначально видимо человеку свойственны, может быть, даже генетически. Если правильно все, что я сказал про зрительную корову, то значит, в конце концов, генетики должны нам дать ответ на вопрос существитель, некоторые гены, цепления которых может способствовать возникновению каких-то архитиков. Но это такой вопрос на будущее, пока не ясно, как подойти к решению этого. При том, что генетики сейчас жажда совместной деятельности с гуманитарием, это не исключено, что можно этим заниматься. Но другой вопрос на топологические символы. Самый простой пример, для которого далеко не нужно ходить, это лента Мебиуса. Значит, просто знаете, что в течение всей творческой жизни одержим этой ленты неизвестно. Он бесконечное количество раз к этому возвращался, но это вообще понятно, что это интересная тема, интересное занятие, и некоторые подобные вещи есть у других современных художников, скульпторов, уже отец с графиком. Насколько здесь возможно сделать то, что Хендерсон пыталась сделать с геометрией и авангардом, не знаю. Хендерсон в большой книге пыталась описать, в частности, русский авангард, с точки зрения того, как у людей типа пульбина рано возникали некоторые образы. Знаете, пульбин делал доклад о том, что измерений гораздо больше, четыре. Тогда действительно мало кто из математиков на эту тему думает. Известная работа нескольких математиков на эту тему появились после общей теории относительности. Через несколько лет после того, что пульбин докладывал. Текст пульбина до нас, насколько я знаю, не дошел, только есть пригласительный билет. Но в принципе сейчас наука занимается вопросом от 10 и от 11 измерений. То есть на самом деле пульбин был довольно близок к ходу мысли современных ученых. в какой степени можно подобным образом задуматься на топологические темы? На тему того, как представление разного рода непрерывных линий плоскостей, которые могут бесконечно трансформироваться, но где-то обрываться. И здесь возникает то, что Ренетон называет катастрофами, что у нас исследовалось Арнольдом, минетом математиком, который не очень любит теорию катастроф Тома, но тем не менее вот такая математическая наука есть, которая занимается катастрофами, то есть перерывами вот в этих непрерывных линиях и непрерывных пространствах. Насколько это интересно, скажем, для изучения орнамента общечеловеческих истоков в каких-то абстрактных образах, не знаю, но этот вопрос мне кажется интересный, его отдельно надо исследовать, для него есть материал, но но это все-таки все пока не изучено или мало изучено. То, что мне известно из литературы об авангарде, это все-таки пока достаточно в любительском уровне. Вот это две группы, тем связанные с геометрическими образами, которые, видимо, есть в психике человека, скорее всего, в его мозге, возможно, наследственное вещество нам создаются, и дальше как-то используются в культуру. Другой вопрос. В какой-то степени более подготовленные в разного рода собраниях книг, посвященных всем образам, но вместе с тем перегруженные плохо классифицированными материалами. Это вопрос о тех изображениях, которые связаны с реальностью внешнего образа. Ну, для простоты я начну с животных. Понятно, что во всех несловесных изобразительных текстах в мире, в частности, в текстах, связанных с тотемными культами, начиная с культа медведя, то есть с самых ранних образцов искусства и начиная с наскальной живописи наполеолита, то есть примерно значит на протяжении последних минимум 30 тысяч лет люди занимались изображением животных. Некоторые животные предпочитались по всему миру. Я уже упомянул медведя, с которыми люди сожительствовали в пещерах как мы сейчас знаем по новым этим пещерам найдены во Франции там найден даже медвежий череп на скале то есть явный след того, что уже был медвежий в той форме, в которой мы его знаем вплоть до настоящего времени. Ну вот существуют такие животные как медведь или как лошади и бизоны изображения которых символы которых тотем которых есть практически во всех традициях ну или скажем использование птицы как некоторого символа заследить во всяком случае в пещере лосков где есть изображение мертвого убитого человека первое в правопытном искусстве и рядом с ним есть символ птицы то есть идея что душа как птица это видимо возникает очень рано символизируется значит можно думать что описание таких животных символов было бы очень полезным и в какой-то степени намеки на это может быть дает наше собрание мифы народных мира где топорусы и другие старались подробно описать эти животные символы здесь есть и колоссальная проблема со ограничением материала значит я думаю что размеры символа должны быть не бесконечными то есть маловероятно что имеет смысл создать полное описание фауны всех континентов с данными о символическом использовании разных животных если вы посмотрите что и кто у меня левистроса металюджи переведенные вы увидите что левистрос практически пытается описать всю фауну северной центральной и южной Америки с точки зрения ее мифологических использований насколько это нужно другой вопрос также связан с фантастическими животными потому что их очень много их очень много в разных традициях и разные животные склеиваются по-разному кроме хорошо нам известных кентавров есть и бесконечно очень большое количество других комбинаций которые что вы считаете им животными частично да они может быть с этим не сплошные как русалки я не говорю что половинки какие-то я считаю таким людьми ну знаете это более сложный вопрос чем неандертальцы на которых сейчас возникли снова сомнения насколько мы отличны потому что оказалось что ген связанный с языком у нас обществ неандертальцы поэтому по-верному мы поторопились от них слишком сильно я всегда думаю что достаточно посмотреть на некоторые ученые советы что неандертальцы все-таки еще с нами насчет кентаба пианина да вы скидар вы скидар вот значит здесь очень много проблем есть замечательно интересные книжки по бестиариям не только славянские бестиариям для того что Белова описал но есть недавние исследования китайские бестиариям ну и многих других и там конечно вот проблемы этих комбинаций разных образов чрезвычайно интересны то есть вероятно для какой-то науки о символах мы должны придумать способ классификации символов выделения центральных и вариантов с какой-то исчезления считать вообще в виде лошадь можно изобразить множеством разных способов какой из этих символов выбирать как центральный что считать а-ло вариантами ну тут возникает масса таких теоретических и полу-теоретических проблем связанных с описаниями было бы интересно если бы кто-то начал этим заниматься мне самому кажется очень важным все то что на эти темпы написал Леруа Гуран у Леруа Гурана была ранняя работа до сих пор по-моему не переиздана в полном виде что-то типа 1936 года чуть не на множество аппарат напечатлено но она все-таки доступна работа где он попытался схематически изобразить комбинацию животных которые по его мнению существовало во всех древних искусствах Евразии он потом повторял это мысль в разных своих исследованиях но отчасти это есть но в другом виде в его двухтомной книжке жаст и речь вот это одна из таких важных проблем которые занимался Владимир Николаевич Топоров в связи с структурой пещер отчасти тоже был гоним работ Леруа Гурана и других хансовских археологов это проблема того как животные символы обедняются друг к другу возможно что часть этих гибридных образов может быть при этом исследованы то есть такое впечатление что в большинстве древних экологии религии животные не живут отдельно а они находятся в некоторых довольно сложных отношениях друг к другу которые могут приводить к совместному их изображению ну скажем на том мировом древе вот есть известная работа Дюмезика совпадение ведейского зверинца с зверинцем Эд у Демилеля была мысль что одинаковые звери в одинаковых композициях находится в древнеизланском древнеизланском мифологическом предании но есть и много других аналогичных данных то есть вопрос с животными упирается не только в большое их количество и в возможности комбинации друг к другу но также и синхронные комбинации то есть то что некоторые культуры мыслят комбинациями животных вот это мне кажется интересная и важная проблема причем эта проблема общечеловеческая то есть я думаю что вопрос о том какие именно животные остаются тотемами он стоит как неудивительно для всех культур но ведь вы понимаете что когда раскопают то что все таки я надеюсь при любой катастрофе сохранится от нашей культуры то несомненно возникнет вопрос от этого главного орла и ученые которые будут исследовать этот вопрос диагронически придут к такому выводу что на определенной территории Евразии этот тотем существует не меньше четырех тысяч лет потому что это был как вы знаете существенный символ Византии и понятно что он из Византии попал в Россию его возобновление в Россию и непосредственное продолжение византийского образа но в Византии на территории Малой Азии он непосредственно продолжает херцкого символика двуглавого двуглавого орла который относится к второму может к началу третьего тысячелета до Рожиства Христова то есть не меньше чем четыре тысячи лет есть непрерывное развитие я в Америке работаю в ЮСЛ которая называется Юниверсия Талифорния от Лос-Анджелес но сокращенное его обозначение Бруэн его символ медведь у входа в территорию кампуса скульптуры медведя и количество изображений медведя на территории кампуса и в разных местах такая что безусловно вот я говорю что это происходит катастрофа и находят только зрительные образы то скажут вот это место где Американцы поклонялись медведям в начале 21 века то есть это не выдумки а действительно так мы вынуждены считаться вот та реальность которая дана нам в ощущении она связана с тотем с животными с людьми я не буду вас мучить аналогичными рассуждениями о растениях которые тоже весьма интересны и существенны для классификации разных культур поскольку по виду культура в большой степени легко поддается классификации как раз с точки зрения предпочтения символики определенного спасения и в этом плане по отношению к рису и разным культурам восточной Азии довольно много сделано но так или иначе существует набор явлений органической природы которые входят к нашим балалям и напоследок я оставил все что касается человека что опять-таки связано с целым рядом таких основных теоретических вопросов которые надо исследовать что именно из типов человека из символов которые мы хотим разобрать какого рода представления человека как мы их хотим классифицировать если говорить о визуальных то как мы разделяем культуру с так сказать гротеским изображением человека культуру с запретом на изображение человека и культуру с тем изображением которые восходят к греческому причем заметите что культуру с гротеским изображением соединят так называемый третий мир архаику и значительную часть современного искусства и современного культуры то есть это не элементарное деление но кроме этих простых сравнительно вопросов визуального представления человека есть значительное число других вопросов которые касаются масок использования масок разных культурах типов масок и вообще типизация образов человека что из этого мы хотим исследовать я думаю здесь нам нужно было какое-то исследование которое бы взяло некоторые примеры отзывали глухолит геокультур и попыталось бы сопоставить их посмотреть что интересно что можно выявить заключая я предлагаю сделать вот что я предлагаю всем присутствующим ну и всем вкалящим наш актив тем кто слушает меня сейчас или кто услышит меня позже принять участие в нашей работе а именно присылать нам свои мысли соображения и материалы которые могут относиться и к замыслу всей работы в целом то есть замыслу символов частей символов того какие символы мы хотим включить и может быть не менее интересно было бы включить описание отдельных символов хотя бы для некоторых культур я думаю что идеальная форма я перехожу уже к организационной идеальная форма которую бы я предложил для начала для публикации хотя бы по частям ну вот в начале следующего нашего издания нашей начали даме тропологии культуры это некоторые наброски всего целого вот из каких частей мы мыслим все вместе наброски может быть отдельно глав против точки флоренского и некоторые рассуждения вот о спортных вопросах о том что брать из животных что брать из людей и может быть какие-то примеры отдельных культур значит идеально было бы конечно со временем подготовить более или менее приблизительные слогни с аннотациями но из него сейчас мы можем предложить только какие-то части желательно сформулировать какому сроку мы хотим вот договорительные материалы представить и может быть просить всех если не сегодня то убозримый срок сообщить нам кто в этой работе будет участвовать и кто что на себя готовы взять вот пожалуй все что я для публики готов сообщить спасибо то что вы сказали это для всех слушателей и правильно я поняла я уже такое операционное у нас антропология группы она должна быть остальные статьи они должны быть к первому ноября это крайний срок поскольку тут такие уже организационно так сказать экономические ну значит я готов предложить некоторый проект вот который я изложил сейчас умным образом превращенный в проект частей слов мне кровь и к нему у меня написаны части касающиеся огня света луны и солнца вот это свет луна и солнца да ну вот пожалуй на сегодня до ноября я готов это написать а теперь может быть каждый что-то скажет себе из тех кто уже готов а кто не готов должен сообщить срочно да теперь у меня вопрос такой поскольку явно мы не сможем такие ну как мне представляете до ноября вот эти общие геометрические математические это может сколько вы я предполагала как мы с вами и говорили что может быть участники берут какие-то темы да я знаю что у Светланы Игоревна и Лучинской есть тема крест собиралась да вы знаете я говорю о том что происходит своеобразная эволюция символ креста как символ намерения крестоносцев постепенно она заменяется другим символом который связан скорее с традицией утешения я пытаюсь объяснить какие политические экономические мотивы заставят крестоносцев обращаться к другим символом который был связан с получивством сандемида Компаста почему это прошло ну конечно она она из символики креста в целом крестьянской культуре я не смогла замахнуться потому что это тема для целого института мне кажется нет я если Вячеслав Силович я справлю и предполагала что мы можем себе позволить в этой антропологии культуры пять такие конкретные статьи пока мы не даем вот эту жесткую схему которая очень хороша которая была в книге о цвете действительно очень она у вас есть комплименты пока может быть мы можем себе позволить вот такие этюды должны на самые разные теории и либо символы в разных видах искусства исторические памятники и так далее и так же как конечно в тексте у нас большая часть занимается структурой текста и текстами и может быть на завесном уровне я не сказал но я думаю что на каком-то этапе конечно нужно было бы заняться этиминологией то есть для некоторых существенных символов важно как они называются в разных традициях мы вами сейчас особенно отдел юргокультурной экологии куда где мне кажется среди материалов как раз на уровне терминологии на уровне вы не очень занимаетесь такой мифологией вольфлор но все-таки тексты записываете но уж на языковом уровне у вас что-то я думаю может быть по этим малым языкам он невероятно да у вас своя вотчина вот этот сборник малые языки но как вы думаете Вячеслав Вячеслав может быть это включить мне кажется это очень важно да мне кажется что очень важно сейчас вышел номер славянского журнала лингвистика со статьей такого талантливого лидийского лаванского лингвиста Швигерса о умирании языка и там есть приложение на две страницы список групп во всем мире которые исследуют умирание языков я думаю что одна из наших задач была бы не только самим участвовать в мифологически религиозной части умиранием каждого языка умирает некоторый набор понятий символов но поскольку есть довольно много групп которые этим занимаются то было бы наверное интересно им сообщить не только то что мы похожей темой занимаемся но что мы также интересуемся символикой уходящих или умирающих культур потому что это я думаю один из таких важных моментов где мы будем все таки сильно отличаться я может быть тоже не сказал хотя я уже говорил о возможной коммерческой части предприятия но другая возможная коммерческая часть предприятия это некоторый набор символов к которым в конце концов мы приходим и которые похожи на то что часто сейчас издают сейчас ведь очень много словарей символов но без той предварительной обработки которую мы хотим но когда у нас это приблизится к какой-то завершающей части одна из существенных сторон я думаю состоит в том что мы включаем много символов умирающих культур то есть для нас важно то что некоторые культуры которые уходят большим набором культуры они все-таки частично нами должны быть загестированы я сужу возможностям по одному индейцу племени с Ирана с которым я общался в 89-ом году он тогда был профессором музыки американских индейцев в UCLA он жив еще но умерли другие его родственники мать и тези он я говорил в 89-ом году что он законец на этом можно только комментировать их символику и довольно много мне объясним про то как они используют символику листьев цветов красных в основном растительная символика у него была очень интересно сейчас они умерли теперь он остался единственным информантом и они очень много говорят как о единственном носителе этого языка я вижу на его примере то что происходит по всему миру а именно умирание языка происходит несколько этапов и один этап современный такой язык умер и становится предметом грубо говоря коммерции а именно последний остающийся драгоценный он получает довольно много денег как информант а также в некоторых странах он выступает по телевидению на Хоккайдо в Японии одного японца который знает айнских слов безусловно меньше чем я например но он выступает по телевидению все время потому что сейчас принят закон в Японии о том что айнские и японские языки уравнены в своих правах ни одного айна говорящего по-настоящему на айнском языке не осталось но есть новый закон Япония теперь демократическая страна они этих айнов преследовали до самого последнего времени но теперь они начинают изучение этого языка я думаю что это такая болезненная но серьезная проблема конечно отбрасывая то что будет возникать как псевдо значит при каждой исчезнувшей культуре будут также псевдокультуры которые может отдельно стоят исследовать это тоже интересно но это не втрибраги мы уже находимся в опасном положении потому что у нас параллельно с русской культурой сейчас явно возникла псевдокультура проханова нам объясняют что такое русский ментализер то есть тут возникает сильная опасность что мы погибаем погибаем потому что нас уже заменяют мы еще вроде живы но уже возникли клоуны простите я вас перейду нет 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 я еще раз подытоживаю то есть сейчас можно выбрать любую тему словесную и не словесную дом как дерево как знать что такое есть процесс моря вода река элементы да да и в разном культуру и в разном культуру и это кстати может быть и небольшое сообщение совсем не обязательно писать большую монографию можно написать небольшую но если будут очень большие то мы будем вытараться и отдельные давай так пишите и большие но желательно для нашей текущей работы иметь и относительно короткие выжимки так сказать была ведь идея действительно таких коротких эскизов да не то что словарных статей но на свободную тему нет но это было бы интересно если бы нам удалось мы могли бы наверное сделать конкурс для каких нибудь тем было бы интересно написать несколько и напечатать их рядом даже это было бы тоже интересно интересная тема мне кажется пентаграмма свастика как бы как бы истории и вдруг их выброс так сказать в определенные культуры которые это не то что уже все-таки это тема так же как мандала очень известно то есть все время мне рассказали историю об одном моем коллеге академище у которого до сих пор висел портрет Ленина его недавно посетил его немецкие коллега потом прислал ему письмо спасибо за гости книгу все замечательно очень интересно а партнера Гитлера вам не прислали может быть кто-то скажет какие-то идеи возникшие я как бы медиевист позитивист хочу сказать что если нас интересует символика геометрических фигур то имеет смысл обратиться к специалистам по геральнике потому что среди геральнике все эти фигуры геометрические полосы они в зависимости от разных ситуаций культурных контекстов совершенно разные значения один и тот же символ приобретать разные значения в разных культурных контекстах мне пришлось заниматься воображаемой геральнике мусульманом она дает очень большую пищу для размышления в этом плане потом можно вспомнить работе мишени посторон эту тему как раз написал книгу полос он написал книжку полосатый вканг он проследил начиная с отечного времени вплоть до современного общества он проследил символическое значение полосы полосы да как некоего негативного знака нет имеется ввиду полосатой одежды потому что люди низкого профессионального социального морального статуса в средневековых миниатюрах изображаются как правило полосатой одежды одежды как один из примеров нет аристанская одежда тоже скажем полосатой геронтисты могут много сказать геронтисты могут много сказать кто у нас геронтисты кроме Виленбаха вопрос Дмитрий Владимирович а вы да я и говорю я не геронтист я не геронтист вы не геронтист но если надо то есть это интересная действительно тема мы можем надеяться мы можем надеяться на то что после какого-то обдумывания мы получим более-менее проект для каждого да да в течении какого времени вы знаете вот у нас следующая встреча 16 числа в 12 часов у нас конференция русская фантастика фантастическими глазами русских она уже есть на нашей странице но естественно мы разошвем там ничего не написано как я понимаю на сайте но я могу естественно ошибаться сейчас мы решаем в 12 или в час сделать да и вам как что ты даю в час ну вообще в час я бы сдвигала больше более поздним просто обувь показывает что не соберем что не соберем в 12 да давайте так чтобы реально приходить не позже часа да ну смотри тогда давайте в час мы будем рассылать на час да но все-таки постараемся не позже чтобы в час да или разошвем у нас 30 ну в общем чтобы в час начать значит сотрудников просят озаботиться первыми идеями насчет антипологики там же мы не знаю у нас аттестация что значит у нас аттестация не сбор и теперь у нас так у нас процесс 8 мы 16 выясним в 8 очередневнике доклады реально да вы думаете что нереально да мы тогда просто подумаем тогда да у нас готовится доклад Христос на дереве да может быть послушаем все-таки да и просто перенесем продолжение да когда сможет порядка незамерно начало дерева это начало да это будет начало наше реальное занятие всем хорошо спасибо большое спасибо 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 Спасибо.